Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1234. Событие дня. Серахов, 35-14. Боящийся Господа ничего не устрашится, ибо Он – надежда Его. За 3 мая 2019 года. Можно расширенный вариант прочитать. Наше объявление. Тормозите и считайте. Светлана Филотова пишет. Продолжение следует. Вот как разговаривают между собой Так считайте Я провожу за это время Это СД Судей Так не делается Судей надо писать Суды И вот дальше тут все Но действительно простой народ пойдет за теперешними нашими владыками Вероятнее думать, что нет Это потому, что наш простой народ совсем не знает и никогда не видит своих архиереев Так как решительно не имеет с ними никаких непосредственных связей и отношений Он знает только одно, что в губернском городе сидят две очень большие власти Губернатор и архиерей Первого сильно боятся все становые и даже сами исправники Второго все духовенство и даже сами отцы благочинные Ему простому народу и в голову никогда не может прийти мысль Что в действительности архиерей, живущий в роскошных палатах, окруженный важной прислугой Ездящий в роскошных каретах Одевающийся в шелка, бархат и дорогие меха Грудь которого увешана орденами и драгоценными украшениями Которого хотя бы очень молодого и очень здорового всегда водят под руки Что это крайне важная и пышная персона И в действительности есть смиренный инок И как преемник апостолов Своими прямым призванием и обязанностью Имеет главным образом заботу и попеченье о христианском просвещении И спасении его темной и простой мужицкой души Что он есть прямой руководитель и пестон его серого человека В региональной религиозно-нравственной жизни Простой народ даже не поверит, что он имеет неотъемлемое право Обращаться к архиерею со своими сомнениями, запросами, духовными нуждами Не поверит и не пойдет к нему, как ранее никогда не ходил к нему с этой целью История наша никогда не знала и не знает такого случая Когда бы народные толпы шли в хором из своих иперхиальных владык Чтобы найти у них совет, помощь, утешение в своих нуждах, в горе и незгодах В таких случаях народ идет обыкновенно не к иперхиальным архиереям Или к своим приходским батюшкам И к ним прежде всего Или в убогую келью святой жизни отшельника Где он встречает сродную, понятную и не пугающую его внешнюю обстановку Прекрасное знание его нужд, интересов, его житейских бед и скорбей И где он действительно получает настоящее утешение Совет ободрения С особенностями его жизни и понимания связаны на учение и назидание Вот куда всегда направлялись и направляются народные толпы А не дома перхальных владык Это профессор Николай Федорович Каптерев пишет Ну и далее считайте, что с собой наши разговаривают люди Какие наши разговаривают люди Какие наши разговаривают люди Какая переписка хорошая, как много пишут. Пишут, как копируют, вставляют. Вообще в интернете можно найти ролики про православие на английском. Конечно, не столько, сколько хотелось бы. Потому что все-таки о православной вере мало кто слышал. Но они начинают появляться. Кто-то переходит от католиков из-за ровности в политике католической церкви. Кто-то от перестатистантов, изучая историю христианства. Вот далее пишет. Вот такой отсчет. Десятину не берут. Что она означает, как? Да, я говорил. Все неподдельно, трогательно. Вчерашний день что у нас было? Пятница. Еще такого не было. Все, сижу тут в интернете. Кое-что ставлю, кое-что убираю. Показать наши ресурсы большие. Вот сегодня я закатал 9 роликов Сергея. По одному буду выставлять день. Прямо замки видно. Вот болит вот наша. Показать все... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь что у нас? Еще посмотреть православный форум Игнатия Лапкина. Вот здесь вот под храмом написано новое сообщение. На них нажать и ты на новом. И в этой же строчке внизу написано... Так. Поиск по темам. Заряди слово там. Москва или что-то по нему тебе будет. Ну и наш православный библейский сайт. Вот наш православный видеоканал. Вот так. На сегодня все.